О планах реформировать языковую инспекцию, которую у нас нередко называют языковой инквизицией, новостям Эстонии сообщил министр культуры Индрек Сар. По его словам, подробный план реформы карательного органа, который долгие годы щедро раздает штрафы тем, кто не владеет языком на предусмотренную законом категорию, должно будет разработать Министерство образования. Само название организации языковой инспекции уже наводит на мысль о том, что от него могут последовать реальные наказания. По моему мнению, надо начинать с переименования, например, в языковой департамент. Кроме того, она должна стать консультационным совещательным органом. Это намерение зафиксировано в нашем коалиционном договоре, но о временных рамках реализации говорить пока рано. Проблема излишней ретивости языковой инспекции была озвучена в рапорте Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, в котором Эстонии дали ряд рекомендаций касательно языковой политики. Организация эта официальная, но также консультативная. То есть может только советовать. Рапорт этот далеко не первый, и с каждым разом тон рапорта становится все жестче. Правозащитник Алексей Семенов говорит, что не стоит надеяться на быстрые перемены. Я не думаю, что правительство последует всем рекомендациям. Они так никогда не сделали, и нет основания ожидать, что они вдруг это сделают. Скорее всего, будут постепенно чего-то смягчать. Например, для того, чтобы выполнили не рекомендации, а четкие, совершенно обязывающие положение Конвенции о правах ребенка, то есть прекратили плодить детей без гражданства с рождения, потребовалось больше 20 лет. Но теперь это решение принято, теперь дети по рождению сразу будут автоматически иметь право на инвестиционское гражданство. 25-20 с лишним лет. Ну, так и здесь будет. Ну вот, сейчас они отрапортуют, что одну из рекомендаций не реализовали, а именно карательные функции языковой инспекции, значит, исчезли. И действительно, причин для особого оптимизма пока не видно. Несмотря на декларируемые благие намерения, государство продолжает не только не смягчать, но и ужесточать языковой контроль. На днях парламент даже не принял к рассмотрению законопроект, согласно которому жители могли бы запрашивать бесплатную юридическую помощь не на эстонском языке. Кроме того, в следующем году вступают в силу новые языковые требования в отношении таксистов. Теперь они должны будут владеть языком на уровне B1. И это при том, что рапорт напрямую советует Эстония обратить внимание на то, что зачастую языковые требования являются причиной более высокой безработицы в среде национальных меньшинств. Алексей Иванов, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.